В столице с 26 января официально введен карантин. Порог заболеваемости превышен на 40%, что на 26% выше по сравнению с прошлым годом. В Орле же ситуация пока еще под контролем. Болеют в основном школьники, но не гриппом, а типичную РВИ. В связи с чем 26 января закрыли 6 школ. По данным Роспотребнадзора, уровень заболеваемости в области превысил эпидемиологический порог всего на 3%. Но в этих 3% есть случаи и свиного гриппа. По оперативной информации, на третьей неделе было зарегистрировано 45 лабораторно подтвержденных случаев гриппа. И в основном это грипп, вызванный вирусом гриппа АН1-2009. 27 января на карантин закрыли все Орловские школы. Сделано это было для того, чтобы пресечь дальнейшее распространение вируса и не допустить тех масштабов эпидемии, какие наблюдаются в соседних регионах. Течение гриппа у заболевших проходит в основном в легкой и средней форме, констатируют медики. Чему, безусловно, поспособствовали профилактические прививки. В этом году было привито более 230 тысяч человек, в том числе 52 тысячи детей. Это позволило создать иммунную прослойку населения на уровне 30%. В Роспотребнадзоре отмечают, что это неплохой показатель, но недостаточный для того, чтобы избежать подъема заболеваемости в области. В городе же положение все еще остается относительно безопасным. По Заводскому району у нас пока ситуация по гриппу довольно спокойная. Случаи гриппа на сегодняшний день у нас пока не зарегистрированы. Идет сезонный подъем респираторных вирусных инфекций. В этом году мы привили 21 тысяча человек против гриппа. В том числе вот этот грипп, который нас сейчас пугает, свиногрипп H1N1, он входит в состав этой вакцины. Несмотря на успешную программу вакцинации населения, существуют серьезные основания ожидать повышения уровня заболеваемости. Ввиду погодных условий. Скоро на Орловщине ожидается потепление, а как известно, риск развития простудных заболеваний возрастает именно в периоды резких перепадов температуры. Поэтому в ближайшее время ситуация с гриппом у нас в городе может ухудшиться. И нам следует дополнительно обезопасить себя. Отношения орловчан к гриппу разные. Большинство горожан не верят в чудо-вакцину. А мнение насчет противовирусных препаратов разделилось. Витамин С, апельсины, фрукты. Больше пользу. Малина, мед. И обчечным препаратом лечится, и народные средства используют при лечении простудных заболеваний. То прививки делаем, все равно болеем. Мы сами не делаем прививки, если только делать в учебных заведениях, но сами делать их не ходим. Я, как только у нас о работе, я работаю в учебном заведении, объявляю, что прививки, я прям сразу, чуть ли не в первых рядах иду. Грипп, который окрестили свиным, страшен своими осложнениями. Прежде всего, это пневмония. Поэтому медики призывают жителей области, особенно лиц, страдающих хроническими заболеваниями, детей, беременных женщин, при появлении признаков гриппа не заниматься самолечением. В обязательном порядке остаться дома, вызвать врача, и если тот предложит госпитализацию, ни в коем случае не отказываться. Валерия Горшков, Владимир Ноздрачев, телеканал Первый областной.